Душой магнитогорский я в Краеведческом музее продолжает работу выставка, собранная из личных вещей известного отечественного писателя Николая Воронова. Постоянство, переходящее в традицию. Школа номер 56 четвертый год подряд попадает в топ-500 лучших образовательных учреждений страны. 16 голов за неделю. В матче против московского «Динамо» магнитогорский «Металлург» одержал очередную крупную победу. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Активное долголетие – так называется проект Магнитогорского благотворительного общественного фонда «Металлург», призванный помочь людям пожилого возраста предупредить различные заболевания и избавиться от существующих. С этой целью в Центре медико-социальной защиты регулярно проходят лекции на самые актуальные темы. На очередной встрече специалисты рассказали пациентам о профилактике симптомов и лечении гриппа и ОРВИ, а также подарили каждому из слушателей полезные для здоровья подарки. Все подробности в сюжете Евгении Солхудиновой. Интересно, доступно и актуально. Специалисты Центра медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург» сегодня не только лечат, но и учат своих пациентов. Очередная лекция посвящена актуальной на сегодняшний день теме – профилактика и лечение гриппа и простуды. Врачи все разложили по пунктам, рассказали о том, как отличить одно заболевание от другого, насколько важна роль прививок и почему нельзя заниматься самолечением, а также назвали методы профилактики в период эпидемии. Когда наступает этот период времени, резко сократить посещение общественных мест. Это что-то с театра, цирки, всякие международные предприятия. Если появился больной дом в квартире, его нужно отгородить, самому опять пояску. Центр медико-социальной защиты проводит такие мероприятия регулярно. Это только маленький пункт большой работы с пациентами. Ежегодно здесь проходят лечение ветераны комбината, профбольные, пенсионеры бюджетных сфер и дети-инвалиды старше 18 лет. Путевка длится 15 рабочих дней. Она включает в себя целый комплекс процедур. Уколы, капельницы, лечебная физкультура и массаж, услуги стоматолога. А благодаря тому, что в декабре прошлого года центр получил субсидию Министерства социальных отношений Челябинской области, спектр услуг расширился. За счет средств субсидий мы закупили кислородный концентратор, новый вид лечения у нас кислородный коктейль. Мы закупили новую физиоаппаратуру, закупили тренажер стоимостью 70 тысяч рублей. Тренажер очень такой эффективный, красивый, такой классный. Наши пациенты очень довольны, особенно мужчины, стали очень много заниматься. Также благодаря субсидии в течение 2016 года путевку в центр дополнительно получили 71 человек. Это жители города и близлежащих районов Кизильского и Агаповского. Многие пациенты проходят здесь амбулаторное лечение регулярно. Они уверены, это отличная возможность привести в порядок свое здоровье. Здесь я поправила в прошлый раз свое здоровье, поэтому доверяю им мое здоровье и во второй раз. Все, что нужно для здоровья пожилого человека, здесь делается. Врачи здесь не просто механически выполняют свою работу, они прислушиваются к мнению каждого. Вот и в этот раз, после лекции, пациентам раздали анкеты с вопросом, на какую тему они хотят послушать доклад в следующий раз. А в качестве приятного сюрприза подарили информационные брошюры и витамины. Евгения Солхудинова, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В Магнитогорске закончили свою работу первые вороновские чтения. Они были посвящены 90-летию со дня рождения известного писателя Николая Воронова. Уроженец деревни Ершовка Кизильского района Николай Павлович всегда считался в магнитке своим. Именно жизнь в нашем городе вдохновила арманиста на создание произведения «Юность в Железнодольске», открыв ему дорогу в мир большой литературы. В память о нашем земляке были организованы встречи по изучению творчества писателя, а также состоялось открытие выставки, которая ознакомит зрителей с интересными подробностями его жизни. «Душую магнитогорский я» – выставку под таким названием представил магнитогорский историко-краеведческий музей. Экспозиция, собранная из личных вещей Николая Воронова, знакомит с разными этапами его жизни в магнитке. Здесь можно увидеть не только фотографии, черновики будущих произведений, любимые очки, но и даже сундук, который в довоенное время заменял юному ворону в кровать. Спать на нем можно было только скрючившись, чем писатель в шутку всегда и объяснял свой маленький рост. У них казачий род, у них очень высокие все мужчины в роду были. Воронов – это исключение. Его Антон так сверху приобнимал и говорил, пап, ну что ж такой маленький? Он говорит, Антошенька, ты-то спал в каких условиях, а я-то на сундучке. В магнитку вместе с родителями Коля перебрался в пять лет. А в четырнадцать работал на комбинате. Именно этот уже осознанный период жизни и стал основой для написания знаменитого романа Воронова «Юность Железнодольски», который поначалу был воспринят в штыки. Твардовский слетел с главного редактора «Нового мира» благодаря тому, что он напечатал этот роман, первую часть его. Потому что Воронов слишком правдиво это изобразил. У него не было вот этого ура-патриотизма. Реальная жизнь показана, очень тяжелая. Он пишет и о питании, о том, как одевались, какие игры играли дети. То есть этот роман, он как энциклопедия магнитогорской жизни. О даровитом Воронове литературный мир узнал, когда он уже жил и работал в Москве. В столицу Николай Павлович был вынужден переехать в 1963 году из-за тяжелой болезни сына. Однако связи с взрастившим его городом не терял никогда, говоря, что душой он магнитогорский. И эту связь сегодня можно проследить во многих его рассказах, романах и повестях. Магнитка своего земляка не забыла. В честь 90-летия Николая Воронова были выпущены значок и почтовая карточка, гашение которой провели прямо на открытии выставки. Чувство великой благодарности и не только от меня, от писательских организаций, от литературных организаций Москвы и России. Мое сердце должно было передать. Вот это очень важно. Татьяна Артеменко, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН. К другим темам. В 2016 году три образовательных учреждения Магнитогорска вошли в топ-500 лучших школ России. Это рейтинговый конкурс, в котором принимают участие все без исключения общеобразовательные учреждения страны, а их 53,5 тысячи. Школа номер 56 почетное звание получает уже четвертый год подряд. Как говорят сами педагоги, это происходит благодаря особой системе выявления таланта и одаренности в каждом ученике, продолжит Галина Смирнова. 56-я школа 16 лет назад одной из первых в городе получила статус математической. А в текущем году здесь, к тому же, открылись два новых направления – информационно-технологическое и естественно-научное. Они поддерживаются системой дополнительных курсов, которые выбирают ученики, имеющие амбициозные, далеко идущие планы. Школа, конечно же, очень сильно в этом помогает, в определении будущего своего. Ну, 56-я школа – это школа с математическим уклоном, с физико-математическим. Ну и, возможно, я рассматриваю свою будущую профессию в физико-техническом направлении. То есть, ну, непосредственно я хочу поступать в московский вуз какой-нибудь, физико-технический или, возможно, как вариант, я рассматриваю гуманитарный, то есть МГИМО. Педагогическим коллективом 56-й школы накоплен богатый опыт работы со способными и одаренными детьми. В 2010 году здесь был создан так называемый ресурсный центр, деятельность которого как раз и направлена на создание особых условий для поддержки и развития способностей талантливых учеников. Мы умеем увидеть в каждом ребенке способности и одаренности. Не только увидеть, но еще умеем раскрыть и развить. И, конечно, это дает свои результаты в том, что наши дети успешно выступают и на Олимпиадах. То есть у нас есть победители не только по математике, информатике, физике, по нашему профилю, который мы реализуем с этого учебного года, но еще и победители по литературе, по иностранному языку, по биологии и химии. 56-я школа сегодня – это лаборатория инноваций и коллектив педагогов-единомышленников, которые вместе со своими учениками берут самые сложные высоты, вот уже 4 года подряд попадая в рейтинг лучших школ России. Это, прежде всего, такая всеобщая радость и работников учреждения, и наших обучающихся, ну и, конечно, наших родителей. То есть мы гордимся результатами. И вот эта вот всеобщая радость, наверное, и всеобщее желание все-таки идти к лучшему результату, к высокому результату, но она, конечно, мотивирует на более высокие достижения. Учить и постоянно учиться, удивлять и удивляться – эти принципы педагоги 56-й школы уже давно сделали своими приоритетами. Высокий престиж школы и великолепные результаты ее учеников свидетельствуют о том, что принципы эти работают и приносят плоды. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. О культуре. Своеобразный рекорд установили юные инструменталисты и вокалисты детской школы искусств номер 2. За пять дней осенних каникул девять воспитанников этого учреждения приняли участие сразу в пяти международных конкурсах. Этот музыкальный марафон принес магнитогорцам небывалый успех. Заявившись в 23 номинациях, они смогли завоевать сразу 19 призовых мест. Самый большой вклад в общую копилку побед внесли трое воспитанников педагога по вокалу, директора школы Елены Базловой. Выступающий в категории соло Иван Базлов и дуэт русской песни «Ежевика» сумели занять 16 призовых мест в различных номинациях буквально за 4 дня. 28 октября они спели в Магнитогорске, 29-го в Челябинске, 30-го и 31-го в Москве. Просто хорошо подготовлены и для нас это не впервой. А самый сложный какой бы был для вас? Правда собирать друзей, наверное. Это что? Это какой у нас? Это в Магнитогорске. Потому что он был самым первым и поэтому сложный. Ну, как мне кажется. Потому что, ну, когда ты уже выступал там каждый день, то тебе как бы это уже нормально. Одной из задач этого марафона действительно было убрать страх сцены, признается Елена Базлова. Однако это не означало, что выступать нужно было по принципу «главное не победа, а участие». Елена уверена, если дети выбрали в своей профессии музыку, то они должны уже с младых ногтей уметь предъявлять себя на самом высоком уровне. Конечно, сейчас конкурсы, требования все выше и выше, поэтому подготовка занимает, конечно, очень много времени. Девочки поют каждый день. Очень большое внимание уделяю поведению на сцене. То есть высокое, кстати, я могу сказать, что многие члены жюри отметили именно высокую культуру поведения на сцене. То есть это костюм, это внешний вид, это умение себя подать. По-настоящему триумфальным стало выступление девочек на международных конкурсах «Богатство России» и «Единство России в Москве», по результатам которых одна из вокалисток дуэта Анастасия Мишина была приглашена для обучения в Академию Гнесиных. Не менее впечатляющей стала игра юной велончелистки Ксении Васильевой, подготовленной педагогом Ириной Токаревой. Она приняла участие только в одном конкурсе – «Уральская сказка», прошедшем в Челябинске, но сумела сыграть контраданс Бетховена так, что ее запомнили надолго. Очень серьезная, сильная комиссия с Москвы была, просто зарядила, сыграла с определенным отношением, с подачей, просто очень, очень хорошо. Показала, ну, мастерство уже на своем уровне детском. Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» одержал очередную крупную победу. На старте последней домашней серии ноября подопечные Ильи Воробьева сумели забросить пять безответных шайб ворота московского «Динамо». С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В стартовый период хозяева входили тяжело. Сказывалось то, что это был четвертый матч за семь дней. Но, раскатившись к середине 20-ти минутки, заиграли в удовольствие и лихо воплотили свое мастерство в результат. Сначала класс продемонстрировал Виктор Антипин. Он перехватил шайбу в нейтральной зоне, вышел на ударную позицию и неотразимо бросил. А вскоре фирменный розыгрыш показала первая бригада большинства «Металлурга». Классическим поперечным пасом Сергея Мазякина умело воспользовался Данис Зарипов. При относительно равной игре магнитогорцы явно превосходили соперника в настрое. «На Динамо разу не надо мотивировать команду. Это отличная команда, поэтому что-то там эти другие команды приходится мотивировать. Здесь не надо было». Не изменилась картина и в следующем периоде. Опрометчивый пас опытного защитника Ильи Никулина привел к эффектному перехвату Томаша Филиппи. И Чех, которого многие критикуют за удручающий низкий КПД, забросил очень красивую шайбу. Незадолго до перерыва хозяева еще раз реализовали численное преимущество. Фирменным броском в дальнюю девятку отметился Сергей Мазякин. И он же в заключительной 20-ти минутке помог воплотить в гол третью из четырех попыток в большинстве. Ян Коварш издевательски выиграл борьбу перед воротами и установил окончательный счет 5-0. Для голкипера «Металлурга» Ильи Самсонова это был первый сухой матч в сезоне. Долго мучиваю, никак не мог на ноле стоять. Спасибо партнеру, помог, сказал, расслабься, все придет. А кто поддержал, если он секрет, партнер сказал? Васька, конечно же. Все ребята поддерживали, бились сегодня до конца. Спасибо им огромное. «Металлург» продолжает уверенно лидировать на востоке КХЛ. В среду магнитогорцы ждут в гости одного из самых неудобных для себя соперников – Ярославский локомотив. Прямую трансляцию матча смотрите в нашем эфире 23 ноября в 19.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisin.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 23 ноября. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, 23 ноября в городе ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный 3,6 метров в секунду. Отдельные порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 16 градусов. Днем минус 10, минус 11 градусов. Прогнозируется очень высокое атмосферное давление 741-736 миллиметров ртутного столба. Продолжение следует...